Друзья, иду после массажика, так хорошо, боже мой. Я хочу продолжить тему, сегодня эфир был. Мы обсуждали книгу «Деньги» по поводу благодарности. Дело в том, что закон благодарности в этом мире, который работает, это и есть закон десятины. То есть всё, что мы получаем каждое мгновение, мы за это расплачиваемся. То есть автоматически всем, чем имеем, 10% уходит. Но и всё, что мы даём, автоматически по закону бумеранга возвращается в десятикратном размере. Так мы поддерживаем баланс. И если вы что-то получаете, допустим, благодаря кому-то, вам что-то дали, подарили там, что-то вы приобрели, кто-то вам помог найти работу, кто-то помог вам заработать деньги, и вы ему неблагодарны, ну, соответственно, вы потеряете не 10% от тех денег, а 10% от всего, что имеете. То есть у нас убывает всегда так. И было бы классно, если бы всё, чтобы вы получали, ну, какие-то блага, средства, деньги, и обращали внимание, кто помог вам в этом, и отдавали ему бы десятину, вам бы тут же возвращалось, ну, и так оно и есть, возвращается, в десятикратном размере. Допустим, я, например, да, в книге приводила деньги. На этой же книге, неважно, вы возьмёте любую ситуацию. Вот вы заплатили за книгу 500 рублей, допустим, получили книжку. Вы заплатили, вы получили здоровый энергообмен. То есть вы получили сам продукт в виде книги. Вы получили знания в этой книге, но вы их ещё не применили, не использовали, а просто получили продукт. Естественно, 10% с вашего мира никуда не убудет, потому что вы заплатили, у вас был здоровый, равный энергообмен. Но благодаря этим знаниям что-то у вас в голове перещелкнуло, и вам начали приходить большие деньги. Все, кто читает книгу, всем приходят деньги. Причём кому-то миллионы, кому-то сто тысяч, в зависимости от ёмкости, сколько человек даёт этому миру пользы, столько и приходит. И если вы берёте, получается, от сверхдохода, то есть вы заплатили, энергообмен уже сделан, но к вам приходят блага, и вы понимаете, благодаря кому они пришли. Вы 10% отдаёте, вам тут же в десятикратном размере возвращается от той суммы, которую вы отдали. Но если эти деньги пришли, и вы не чувствуете, кто вам помог, неблагодарны, благодарность — это и есть десятина. То есть вы можете даже в интернете загуглить «7 законов мироздания». И в Библии это описывается, и в Торе, и во многих религиях, и во многих учениях. И все опираются на эти законы, и вы можете проследить на своей жизни, как работают эти законы. И там вы увидите, что у нас всегда бумеранг работает в обратную сторону. Мы всегда получаем в десятикратном размере всё, что отдаём. И всё, что принимаем, от нас убывает. Либо, если это здоровый энергообмен, то ничего не убыло, ничего не прибавилось. Вот, например, кто-то сделал вещь и попросил за эту вещь деньги. Ну, какую-то, неважно, там, платье сшил. Вы купили платье за определённый кусок энергии, там, за определённую сумму денег. Вот у вас здоровый энергообмен. Не прибыло, не убыло. Но, если благодаря именно этому платью дальше вы пошли, сотворили классное мероприятие, получили там деньги сверх... Ну, не просто носите продукты, а этот продукт произвёл вам какую-то большую сумму денег. Ну, с платьем, наверное, неудачный пример, может быть, с чем-то другим. Но, например, интеллектуальная собственность, она потом приносит постоянно денежки. Но, хорошо, вы, допустим, знаете этого дизайнера, который делал это платье, и вы поблагодарили. Вот вы вышли на сцену, и все сказали, вот только ради платья мы вам там сейчас такие подарки сделаем. Вы понимаете, что это было благодаря платью. Вы пошли, поблагодарили, и дали дизайнеру 10% от той суммы, которая вам пришла, допустим. Это просто такой пример. Вам возвращается эта сумма в десятикратном размере. Вот просто не поверите, если вы поблагодарите. Но вы и так как бы уже сделали энергообмен, то есть само платье оплачено. Но последствия, последствия, да, если этот продукт продолжает вам приносить деньги, и если вы будете делиться тем, что приносит вам потом этот продукт. Потому что не обязательно деньгами. Может быть, плоды в виде любой энергии. Это не просто одни только деньги. Может быть, приносит едой, какими-то ресурсами, неважно. Нам надо делиться всем. Что бы к вам не приходило, 10% делитесь. Там подарили много вещей. Возьмите тоже одно платьишко, подарите кому-то, кто очень хотел, вашей подруге. Мирова. Так, сейчас я в подъезд зайду, у меня интернет закончится. А, нет, я же без интернета записываю. Вот я гоню. Короче, все, что я хотела сказать по поводу закона бумеранга и десятины. Всегда любой приход забирает у нас 10% всего, что мы имеем, а не только 10% от этого прихода, а именно вообще все, что вы имеете. Но мы это не замечаем, потому что компенсируется. Мы же в этот мир еще много чего даем, которое увеличивается в 10%. Но если вы будете понимать этот механизм, вы сможете только умножать все, а не в минусы уходить. Мы задолжали, мы всегда говорим себе, себя, то есть наше проявление, наше желание, нашу пользу этому миру мы задолжали. Мы задолжали делиться, вот где наши долги. Если у вас долги, то вы давно неблагодарны, просто неблагодарны и все. Слово спасибо, знаете, такое в карман не положено. Надо вещественно быть благодарным. И я надеюсь, сейчас вы увидите, как это работает, поэкспериментируйте и поймете. Вот мне девушка в прошлом эфире задала вопрос. Еще раз хочу напомнить, что вот допустим, я в Украине, ну вообще денег не хватает, и мне вокруг все помогают. Там тысячу дадут, там 500 рублей дадут, там 3000. ну сейчас я в рублях говорю, неважно в какой валюте. Вот, что мне типа делать? Ребенку там надо молоко, она говорит, купить то, все. Ну вот тебе подарили тысячу, было ноль, стало тысяча, но возьми 100 рублей, подари кому-нибудь, кто тоже нуждается. Не будь скупой. И второй вопрос, да, вот был, еще раз хочу его сказать, озвучить. Девушка говорит, я это все понимаю, как это работает, десятина, бумеранг и так далее, но не могу типа со своим скупердяйством расстаться, что делать, как трансформировать. Блин, ребят, если вы понимаете, что каждый раз ваша пассивность и скупердяйство отнимает 10% от всего, что вы имеете, вообще, в принципе, все, вместе с машинами, квартирами и вещами, работой, здоровьем, все, отнимай 10%. Неужели вы, как скупердяй, с этим смиритесь? Так наоборот, лучше не ждать, пока мир отберет 10%, а самому их отдать, понимаете? Но не от всех вещей, а от прибыли. И когда вы их отдаете, вам тут же возвращается. То есть, либо вы умножаете себе долг, либо вы в десятикратном увеличиваете свою прибыль. Если ты скупердяй, то ты, наверное, можешь посчитать, где тебе выгоднее. Наоборот, скупердяйство это хорошо, только на пользу его оберните себе. Не зажимать деньги, чтобы они у вас уменьшались, а наоборот, отдавать, чтобы их умножать себе, чтобы они возвращались. Так, солнце светит. Я вообще сегодня оделась плюс 15 градусов, я в куртке теплой. Сумасшедшая. Вот, ладно, всем пока. Люблю вас, целую. Обнимаю.